Предыдущее заседание наблюдательного совета проходило перед самым началом сезона. Настроение было куда более оптимистичное. Волна триумфально вернулась в первую лигу, готова сражаться за высокие места. Тогда была поставлена конкретная задача на первый круг – закрепиться в первой половине турнирной таблицы. И казалось, что это по плечу нашим футболистам. К тому же начало сезона давало повод с оптимизмом смотреть на перспективы белосиних, которые одно время находились в пятерке сильнейших команд в своей лиге. В апреле и мае команда набирала по шесть очков из 12 возможных. Июнь же получился откровенно провальным. Волна записала в свой актив всего одно очко из 12. Позади 12 туров, пинская команда лишь на десятой строчке турнирной таблицы. Этот невеселый повод собрал членов наблюдательного совета, футболистов, тренеров и болельщиков раньше запланированной даты, чтобы разобраться, как исправить сложившуюся ситуацию. И администрациям, и тренерам, и игрокам. Может быть, не совсем приятно было услышать то, что они сегодня услышали. Но общение с болельщиками, мы все болельщики, это составная часть работы профессионально. Если ты профессиональный тренер, профессиональный игрок, то твои обязанности, промышленное прочее, можете общение с болельщиками. Причины поражений, по версии членов наблюдательного совета, кроются в невысоком уровне квалификации и мастерства, как тренеров, так и футболистов. Сами игроки считают, что косвенным образом мешают выигрывать несовершенные условия для подготовки. Нарекания со стороны спортсменов вызывают условия выплаты штрафных санкций, когда сам футболист отвечает рублем за наказание со стороны судей. По всей видимости, больше всего пришлось заплатить вратарю Антону Куратнику, который в этом сезоне получил две красные карточки. Члены наблюдательного совета поднимали вопрос дисциплины и в целом сыгранности футболистов. Пресловутая проблема короткой скамейки в этот раз ушла на задний план. Но предложения внести корректировки в состав прозвучали как от членов совета, так и от болельщиков. По их мнению, было бы неплохо укрепить команду еще одним нападающим. Сейчас за «Волну» выступает всего один форвард. Нам сейчас просто присыпают лайки, чтобы каждый член коллектива в команде болельщики чувствовали ответственность за результат. И только я, и Валерий Андреевич, и Александр Куратникович, каждый ступболист чувствовал ответственность за результат. Был вовлечен к достижению результата. У «Волны» есть возможность доказать, что она не совокупность игроков, а настоящая команда, которая может побеждать и радовать успехами своих болельщиков, большинство из которых не теряют оптимизма. Какой потенциал вы считаете? Не ваш потенциал. Не десятый, это не каждый раз. Пятерочка ваш потенциал. Можете выбрать. Вы должны разобраться сами. Ближайшая игра «Волны» намечена на 1 июля. Пинчане будут принимать энергетик БГУ.